Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 5 мая, день Луки. В этот день вспоминают святого апостола Луку. Этот день, по давно установленной традиции, начинался с молитвы святому Луке. Именно его в народе считали покровителем смирного счастья и изобилия. В этот день в церковь внесли пироги с зеленым луком, считая, что имя апостола Луки имеет тот же корень, что и лук. Лук в быту христиан занимал одно из основных мест. Его не только ели, но и лечились. Практически все болезни вылечивались с помощью лука. В сегодняшний день в старину называли по-разному. Лука, чащобные хороводы и так далее. Именно сегодня начинали сеять лук сего. Но при этом предварительно обращали внимание на погоду. Если солнце утром ясное, то сели. А если погода пасмурная или стоит туман, с посевом лука повременили. Кстати, такая связь этого дня с луком и дала название этому дню. С луком связано множество пословиц и поговорок. Вот некоторые из них. Лук, оцемини, дух. Лук добавим, все исправят. Если есть лук, избавление будет от вечных мук. В этот день проводились профилактические мероприятия, связанные с луком. Например, заваривали луковую шелуху и пили ее отвар в целях борьбы с кишечными паразитами. Также давали этот отвар и домашние скотине. И все потому, что и луковая шелуха обладает свойством уничтожать паразитов. Сегодня молодые жены молились о прибавлении в семействе и счастливом зачатием. Вечером шли в баню, парили ноги в отваре из луковой шелухи. А затем в постельку к мужу. Все эти мероприятия подготавливали женский организм к зачатию. Были прекрасной профилактикой простудным заболеваниям. День заканчивали такой едой, в которой лук был одним из ингредиентов блюд. Что касается названия чащобного хоровода, то это связано с представлением наших предков, что ведьмы в это время рано утром водили особые хороводы. Считалось, что ведьмы это красивые женщины, одна из задач которых соблазнять мужчин. Делалось это для того, чтобы помешать продолжению человеческого рода. Они забирали жизненную силу мужчин, скота, растений, тем самым увеличивая свою мощь. Если замечали, что коровы не дуются, либо очень сложно сбить масло, звали на помощь знахари. Просили, чтобы они убрали происки ведьмы или иной нечистой силы. Приметы. Если ночью заморозки, 40 утренников будут прохладны. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!